МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наше военно-учебное заведение, это, получается, молодых людей, окончивших 11 класс. Возраст, получается, поступления в наш военный колледж идет от 17 до 21 года. Цель наша прибытия, это провести агитационные мероприятия, рассказать о нашем учебном заведении и ознакомить, скажем так, жителей Акмолинской области, Актьюбинской области о нашем учебном заведении, где уже удалось побывать? Мы побывали, получается, в районе Алга и также в районе Кандагаш, это Актьюбинской области, провели агитационные мероприятия в этих районах. И сегодня работаем по именно городу Актьюбе. Какие самые часто задаваемые вопросы? Ну, часто задаваемые вопросы, это, получается, молодежь сейчас интересует больше, какие перспективы их ждут в дальнейшем, потому что у всех сейчас стоит выбор, что выбрать, куда пойти, какую профессию выбрать, и дальнейшая их судьба, получается. А если вдруг все-таки выпускники школ выбирают ваш колледж, какие преимущества у них будут? Первое, получается, я хотел бы вкратце рассказать про наше учебное заведение, порядок поступления, момент. У нас порядок поступления происходит, набирая молодых людей от 17 до 21 года, это важные критерии. Дальше у них по здоровью не должно быть никаких, скажем так, нареканий. Именно с здоровьем. Но они при поступлении сдают? Да, обязательно проходит медицинское свидетельствование. Это по делам обороны Актьюбинской области. Дальше, прибывая к нам, тоже самое проходит медицинское свидетельствование. Ясно. Проходит сдачу физических нормативов по физподготовке. И также проходит психологическое тестирование. Вот самое главное то, что сейчас каждый ребенок, который заканчивает 11 класс, скажем так, он стоит перед выбором, что дальше, куда идти, куда поступить. И у них основной вопрос это, сколько я наберу баллов по ИНТ. Да, какой проходной балл? Да, проходной балл. У нас один момент, то что проходной балл, именно сертификат ИНТ нам не нужен их. Мы только берем по аттестату. В аттестате у них должен быть средний балл, это 3-0. По аттестату средних баллов 3-0. Но когда они приезжают к вам в колледж, они сдают экзамены? Нет, вступительных экзаменов как таковых нет на сегодняшний день. Только вступительный экзамен, получается, это психологическое тестирование, сдача нормативов по физической подготовке и прохождение медицинского свидетельствования. Вот три этапа. Все ясно. Итак, получается, если вдруг все-таки они прошли, все их устроило и вас устроило, далее абитуриенты на какие факультеты попадают, то есть какую специальность они приобретают? У нас до прошлого года был только один факультет, подготовка младших специалистов матерских войск. На сегодняшний день, с прошлого года у нас имеется также, открылись факультеты артиллерии и факультет танкистов, получается. По трем специальностям на сегодняшний день мы готовим молодых людей. Сколько лет обучаются они у вас в колледже? Обучение у нас в колледже происходит год и 10 месяцев. В течение срока обучения им предоставляется каникулярный отпуск зимой 15 суток, двухнедельный отпуск. И также в летней сессии, послелетней сессии, месяц отдыха предоставляется обучаемому. Еще раз один год? Год и 10 месяцев. 10 месяцев. Ну, будем говорить, что в среднем около двух лет. Два года, да. Но, однако, опять же, возраст ограничения имеет 17 до 21 года. До 21. Но по возрасту, если ограничения, как бы, оговорить, также есть моменты, если, например, молодой человек отслужил срочную службу, ему разрешается поступать до 24 лет. Возраст продлевается. Просто мы, как правило, привыкли, что в колледж мы поступить можем после 9, окончания 9 класса. Здесь, опять же, требования после окончания 11 класса. После окончания 11 класса. И один, как бы, я хотел бы еще раз акцентировать внимание, то, что главное это без ЕНТ. И еще один момент. Все-таки живут они, наверное, в казармах. Опять же, расскажите, как будет в плане в бытовом. Проживание в самом корпусе проходит. В каждой комнате живут по 4. Кадеты. Мы их называем кадетами. Кадеты. Да. Проживают в комнатах по 4 человека. В каждой комнате имеется своя, скажем так, кладовая комната, где они хранят свои вещи. Также имеется уборная. Как, скажем так, раньше, если была общая казарма, сейчас такого нету. Это, получается, кубриковая система, как в обшитях проживает. Питание трехразовое. Форма одежды обеспечивает. И все это за счет государства. Оплата не производится. Еще один момент. Все-таки, наверное, это сам учебный процесс строится. Это не только теория, естественно, плюс практика. Обязательно. Изначально проходят теоретические вопросы. В дальнейшем у нас имеется учебный центр Амандах. Это полигон, куда кадеты осенью и весной выезжают на полевые занятия. Проходят практические мероприятия. Это практическая стрельба, практическое вождение боевых машин пехоты по направлениям своим. Стрельба из тех видов оружия, получается. Все, что изучили на теории, применяется на практике. Применяется на практике. После окончания колледжа, что ждет, какие перспективы их ждут? Потому что, если я правильно понимаю, поскольку они на государственном обеспечении, то, соответственно, работа им предоставляется. Я правильно понимаю? Первое. Мы являемся военным колледжем. И, соответственно, мы готовим младших специалистов, младших команд состав для вооруженных сил Республики Астан. На сегодняшний день мы не только для вооруженных сил готовим, а также наши выпускники проходят свою службу национальной гвардии, службу охраны президента, также проходят службу по гранслужбе. Мы готовим сержантов, скажем так, сержантов-профессионалов. И у них карьерный рост. Изначально, попадая в войсковые части, они занимают должности командира отделения. В дальнейшем у них идет рост сержанта взвода, сержанта роты, сержанта батальона, сержанта бригады, сержанта округа, вида войск, а также сержанта вооруженных сил Республики Астан. На сегодняшний день, скажем так, полностью вся иерархия выстроена сержанского состава. Далее, если он захочет поступить, получается, в высшее, да? То есть получить... Да, он, получается, выпускник нашего учебного заведения подписывает контракт с вооруженными силами на 10 лет. В течение этих 10 лет он может также получить, соответственно, высшее образование заочное и продолжать свою службу. Карьеру уже военной, воинской. Потому что есть критерии на определенных должностях иметь высшее образование. Еще один момент. Оговорили все и о преимуществах сказали, и о том, какие факультеты, возраст оговорили. До какого будут принимать документы и куда необходимо подходить? Первое. Документы начинают принимать с июня месяца. Они должны обратиться в департамент по делам обороны. Каждый, в первую очередь, в своих районах должны обратиться. В дальнейшем в департаменте им дают перечень документов, какие они должны пройти. И один момент хотел бы оговорить здесь. У нас обычно происходит такой момент. Приезжает молодой человек, проходит медицинское освидетельствование. Ну, некоторые анализы, получается, имеется срок. Чтобы этих срок давности не было, у нас в августе месяце они должны прибыть. Наш военный колледж. Получается, анализы надо сдавать накануне приезда, чтобы не было двойного расхода у них. Либо им придется опять же приехать к вам. И обратно же придется проходить анализы эти же. Это обратно же время, это же обратно же затратность, скажем так, чтобы этого не происходило. В департаментах по делам обороны этот момент должны им оговорить, объяснить. Ну, документы, получается, можно сдавать только с июня, после того, как получаем адестацию? Начиная с май, июнь, июль месяц. Мы почему... Да, вы заблаговременно, я так поняла, приехали для того, чтобы... Мы почему, например, принимаем в августе месяца документы? Мы ждем тот момент. Изначально все сдают ИНТ. Многие, кто не добирает баллы, получается. Или же, например, кто-то решил поступить в высшее военное учебное заведение, но по каким-то критериям он туда не проходит. Получается, у него есть возможность в августе месяца прибыть в наш корпус и с этими же документами, ничего не добавляя, с этими документами прибыть и поступить в наше военное учебное заведение. Но вы приехали заблаговременно для того, чтобы, получается, в Актюбинской области вы у нас были, и вы были в Атаравской, да, уже? Да, в Атаравской области. В дальнейшем мы будем работать в Западно-Казахстанской области. Наша главная задача – это заранее, заблаговременно провести агитационные мероприятия, оказать какую-то помощь молодежи при выборе их профессии. А также многие, например, удаленные районы о нашем учебном заведении, может быть, никогда не слышали, не знают. Цель – провести мероприятия агитационные. Еще один такой вот немаловажный момент все-таки. Хотелось бы сказать, что молодежь часто задает вопросы касаемо того, что можно ли сдать документы в онлайн-формате, не приезжая, то есть все это отсканировать и так далее. Есть ли такой вариант? Нет, на сегодняшний день такого варианта не предусматривается. Ну, до, когда была пандемия, скажем так, в это время у нас, да, принимали в онлайн-формате. На сегодняшний день мы принимаем в оффлайн-формате. Это военкоматы, потому что сейчас на сегодняшний день открыты. Никаких вопросов, никаких проблем нет в этом вопросе. Обучение тоже проходит в оффлайн-формате, то есть они находятся у вас на территории? Обучение проходит, многие переживают, задаваем вопрос, еще один вопрос, а на каком языке проводятся занятия? Почему? Потому что на сегодняшний день очень много, 90% поступает, окончившие государственные языки. У нас проводятся и как на государственном языке, так и на русском языке занятия. Преподаватели, преподаваемые предметы, они знают на двух языках. С этим проблем у нас нет. Но группа отдельная, которым преподают на госязыке, отдельная группа русскоязычная, да? Нет, общая группа. Общая группа. Группа общая. А есть ли такое понятие, вот в гражданских вузах обычно на одно место претендует 2-3 абитуриента? То есть бывает очень популярный факультет. Есть ли у вас такое понятие? У нас то же самое. Есть такие моменты, потому что конкурсный отбор, для этого необходимо максимально больше баллов, чтобы у него было в аттестате. К примеру, если у нас проходной 3-0, если у него будет больше баллов, это значит, у него больше шансов будет. Также мы больше критерий даем возможность поступить многодетным семьям. То есть есть такое? Да, многодетным семьям, малообеспеченных детей, из малообеспеченных, выпускники детских домов, вот дети-сироты, оставшиеся на попечении своих родственников, им придается какое-то, скажем так, льготное условие. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Огромное спасибо, что ознакомились с деятельностью своего вуза, потому что большинство, возможно, не знает. И мы привыкли, что образование можно получить лишь за деньги. Вы тот самый пример, что можно бесплатно. Да, у нас получается все полностью за счет государства. Это очень, скажем так, большая помощь, в первую очередь, для родителей. Спасибо большое. Напомню, что у нас сегодня были гости из Акмолинской области, города Щучинска, представители военного колледжа Министерства обороны Республики Казахстан имени Шуканова-Леханова, Ганиса Парбаевич-Базаров и Нияз Нуржанула-Оронтаев. На этом наша программа завершена. До скорых встреч. Спасибо. Генеральный партнер программы ТО «КТП». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова